Тут интересная информация, если верить публикации The Wall Street Journal, то переговоры о предоставлении гарантии безопасности Украины не от Соединенных Штатов, а вот стран-участниц G7, вероятно, будут завершены не раньше 2024 года. Насколько подобный вариант развития событий вероятен, об этом и не только. Будем говорить с политологом Олегом Саакяном, который присоединяется к нашему эфиру. Олег, приветствуем. Здравствуйте. Также рад видеть и слышать. Взаимно. Олег, скажите, пожалуйста, насколько подобный вариант развития событий вероятен, по-вашему, 2024-й, завершение переговоров о предоставлении гарантии безопасности Украине со стороны стран-членов G7? Более чем вероятен, поскольку мы говорим сейчас об гарантии безопасности Украине после завершения российско-украинской войны, прежде всего. Поэтому, так как идет динамика войны, мы понимаем, что, в принципе, если эти переговоры не завершатся в 2023 году, а перейдут на 2024-й по отдельным странам G7, ну, будет достигнута уже приблизительно архитектура общая на уровне G7, то это вполне нормальная динамика. Ключевой здесь не столько сроки, сколько наполненность, полнота данной гарантии, и при этом честность и ответственность в подходах к ним. Ведь можно пообещать все, что угодно, но надо иметь возможность это выполнить. И, соответственно, сейчас вот есть определенные поводы для оптимизма. Я бы сказал, что вильнюсский саммит и достигнутые на нем договоренности относительно G7 и двухсторонние, и относительно самого НАТО, они были очень честными. Все стороны признали свои возможности и свои главные невозможности на сейчас и разошлись работать дальше. Поэтому и по G7 здесь, конечно, будет еще исходить из параметров договора с Соединенными Штатами. И в зависимости от того, насколько он будет серьезным и масштабным, будет понятно, какие еще ниши остаются, что необходимо заполнить, либо где необходимо подхватить. В случае Соединенные Штаты не оправдают тех надежд, которые есть у Украины и G7 относительно масштабов этой поддержки. Также, конечно, здесь очень важно будет смотреть на то, как будет развиваться в целом динамика войны, соответственно, какие потребности лучше смоделировать их могут быть у Украины по завершению войны. Ведь, например, если бы такие договоренности подписывались, ну, допустим, год назад, помним ситуацию на фронте, то, например, об самолетах F-16 речи бы в них даже и не шло бы. Сейчас же, конечно, эти договоренности будут включать в себя как минимум обслуживание, а как максимум наращивание авиационного флота Украины. Да, ну, по сути, ведь речь идет об официальном закреплении тех гарантий безопасности, которые мы можем наблюдать сегодня. Сегодня предоставление Украине западного вооружения, экономическая, политическая поддержка Украины – это тоже своеобразная гарантия безопасности Украины. То есть то, что дает возможность Украине защищать своих граждан, то, что дает возможность вооруженным силам Украины освобождать временно оккупированные территории. Насколько, как вы считаете, сам процесс переговоров до того самого момента подписания официальных документов может повлиять на те гарантии безопасности, которые сегодня уже получает Украина? Конечно, это взаимосообщающиеся ссуды, и даже когда шла речь об гарантии безопасности на уровне G7, ей достигалась рамочная договоренность, которая сейчас должна быть наполнена. Я сразу на полях обозначу, что речь не идет о том, что все договоры будут подписаны в 2024 году. Речь идет о том, что с рядом стран уже начнут консультации, а ряд стран будут, конечно, идти во втором и третьем эшелоне. Часть для того, чтобы подхватить и посмотреть, какие ниши остаются, а часть потому, что будут выжидать и находясь в этом общем списке. Ведь это G7+, есть еще страны, которые приобщаются к этим гарантиям безопасности, поэтому это куда более широкий список стран. Но это очень тесно связано с той помощью, которая оказывается сейчас, прямой пуповиной, ведь во многом эти же позиции будут перекочевывать туда. Во-вторых, это связано с тем, как развивается динамика войны, соответственно, какие потребности сейчас, какие потребности будут далее. И что необходимо будет еще сделать в период войны, чтобы завершить ее, и Украина смогла освободить свои территории. И что, возможно, понадобится после того, как будет завершена война, для того, чтобы поддерживать достаточный уровень боеспособности и способности в целом Украины к обороне от России, от любых других угроз. Для того, чтобы не повторить никаких реваншей в случае, если Россия будет иметь возможность это сделать, либо других угроз, которые появятся, если Российская Федерация прекратит свое существование в сегодняшнем виде. Ну, например, режим сменится, либо фрагментации, либо другие какие угодно сценарии от более вероятных до менее вероятных. И сейчас, конечно, разговоры идут, в общем, в этих нескольких позициях, в нескольких рамках. И пока что сказать, что есть некое даже экспертное понимание, например, на экспертном уровне, как в целом может выглядеть данная договоренность, оно очень рамочное. Вот прикладного нету целостного понимания, они вырабатываются по каждой стране отдельно, в зависимости от лимитов этих стран, что они себе могут позволить, что нет, какая у них политическая ситуация, какая их внешнеполитическая и мультиполитическая культура, что они могут себе позволить, что они могут себе позволить с точки зрения внутренней политического процесса. Но есть важный момент. Отошли от классического, скажем, вестфальского, если можно так сказать, уже старого классического понимания гарантий к современному, Не сказать, что лучшему, но скорее более честному пониманию гарантии, как способности Украины защитить себя. То есть гарантирование Украине способности противостоять тем рискам и вызовам, которые могут появиться. От более классического старого гарантии, как гарантии защищать. Ведь сегодня мы понимаем, что глобальная архитектура безопасности в целом находится в кризисе. Если бы это было не так, то российско-украинская война просто бы не произошла. У нас были двухсторонние договоренности, многосторонние договоренности. И в частности, Украина как член ООН имела определенные обязательства от миропорядка о том, что как минимум Совет Безопасности ООН будет поступать согласно с вызовами сегодняшнего дня. Мы увидели, что вся эта архитектура перед глазами вызовов, которые спровоцированы ядерным государством, оказалась беззащитным или малоэффективна. Поэтому в сегодняшнем дне любые гарантии, которые будут написаны просто словами, и предполагать, что кто-то за кого-то будет заступаться, они под очень большим вопросом. Наверное, Вашингтонский договор НАТО – это на сегодняшний день единственная самая сильная гарантия подобного характера. И то даже она во многом на сегодня находится под вопросом и достаточно серьезным скепсисом. Олег, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку происходящего. Спасибо за вашу аналитику. Алексай Акян, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо. Взаимно.